Если ваши новости будут начаться не с Украины, а с того, что у нас в Москве проходит концерт известного скрипача, например, а если у нас будет модно, когда президент будет ходить на концерты и большой театр, а не играть в хоккей, вот тогда отношение будет совсем другое. Когда мы говорим про мораль и нравственность, ну слушайте, кто мы такие, чтобы это вообще судить? Что морально, что нравственность, достаточно 50 раз изменится. А вот искренность мы не можем изменить. Мои дети прекрасно знают, чем я занимаюсь. Я занимаюсь семейным образованием, я занимаюсь свободным образованием, я занимаюсь тем, что называется открытым образованием. Они, может быть, не очень понимают это, но каждый раз, когда я куда-то еду, какую-то конференцию провожу, какой-то фестиваль, что-то еще свое делаю, я всегда беру своих детей, чтобы они смотрели, как папа, выступает на сцене, организует мероприятия, как они... Я всегда участвую, чтобы они обязательно участвовали в этом деле, таскают коробки, расставляют стулья, раздают рекламки, раздают программки. Это всегда включенность. И как же в этом они учились? А свой путь они выберут сами как-нибудь. Выбрать путь, вот что-то главное. И для меня, например, вопрос со школы, да, один из тех вопросов, когда вот мы говорим, ребят, вообще социальная связь в школе, мягко говоря, не очень хорошая. Вообще, говорю, давайте не будем преувеличивать. Быть умным в школе вообще неприлично. В школе сидеть, думать о том, что у тебя скоро будет, что я хочу в будущее, я хочу хорошо зарабатывать, я хочу в себе хорошую семью. Это не модно. К сожалению, это правда. Вот те дети, которые уходят, потом и говорят, знаете, а вот я пойду, я когда-то, я хочу учиться, да, мне нравится учиться. Ну, они уходят просто из школ. Нет, не на семейное образование, как я что-то там про себя сейчас говорит, да, про моих детей. Нет, они просто уходят из школ, чтобы учиться дома, заниматься какими-то вещами там дополнительно, заняты где-то еще. Они будут ходить в школу, не-не, все нормально. Они просто закроются в себя и будут решать свои проблемы. Потому что в школе быть умным не модно. Мода на образование и воспитание очень сильно цепляет. И если у вас ребенок там в 3-4 года говорит по-английски, это уже становится, но если не норма, то никого не удивляет. Возможность появления гаджетов, ну, не надо думать, что там гаджет только плохое. В гаджетах можно все что угодно смотреть. Они там и с фишариков смотрят, и фиксиков, и все что угодно. И развивающие мультики. Почему мамы очень внимательно за этим следят сейчас, что они там смотрят? Поэтому ребенок 5-6 лет, знаешь, что такое закон гравитации, тоже становится совершенно нормальным явлением. И здесь никакого отношения это не имеет к тому, как это вот, ну, какая там изменились. Конечно, изменились. Поток информации увеличился вообще очень серьезно. Он увеличился, потому что родители стали другие. Он увеличился, потому что СМИ стало другое. И они увеличились, потому что досуг стал другой. Приведение интеллектуального досуга – это модно. Родители со времен Сократа очень искали преувеличивать свое ощущение того, что их никто не уважает. Я думаю, что в советский период у нас родители сильно уважали и ценили это, правда, да, то есть, как бы, да, зрительно. Вот, но это не мешало быть полным детским домам и полным домам престарелых. Вот, здесь тоже лукавить не нужно. Отношение, опять же, да, не надо преувеличивать. Советский период был совершенно другой менталитет. Бабушки и дедушки жили все вместе в силу квартирного кризиса. Сейчас квартирный кризис заканчивается, как и заканчиваются бабушки с дедушками. Поэтому сейчас есть бабушки, которые с удовольствием говорят, «Слушай, знаешь что, я тебя вырастила, до свидания, я поехала жить во Францию». Это совершенно реальный случай, кстати. Я продаю свою квартиру однокомнатную в Москве и покупаю больненький домик во Франции. Все, что жизнь была учительом французского, теперь хочу пожить во Франции. До свидания. Количество людей, для которых порядочность для детей важно, ну, они есть. Ну, есть. А здесь другой разговор, что, к сожалению, вот, мне кажется, что здесь не очень хорошая социальная какая-то история, да, потому что у нас очень любят вот это вот рассказывать, о том, какие плохие дети, как они там курят, пьют, наркоманы. Ну, и что, на Западе тоже все такие безнравственные, да нет, такие же разные. Такие же разные дети, как в России разные. Да, у нас есть отморозки, но есть. У нас есть куча порядочных детей, детей. Их много. Просто надо об этом говорить чаще и больше. У нас есть несколько способов, как известно, не ходить в школу. Первый способ не ходить в школу – это семейное образование. Это когда родители берут ответственность за обучение и приходят в школу только в конце года сдавать экзамены. Второе – это заочное образование. Это образование, которое вы проходите дома, но школа контролирует ваш образовательный процесс, она проверяет в течение года. Там могут быть различные правила, могут там раз в неделю вызывать, могут только на четвертные работы вызывать, на контроль, даже на полугодовые, к примеру, у меня дочь училась, на полугодовые работы вызывать, сдавать. Это не страшно, ни плохо, ни хорошо, просто эти правила надо знать, либо с ним соглашаться, либо нет. Они еще меняются от школы к школе, кстати. И, наконец, самый загадочный способ обучения, который сейчас становится так более-менее популярным, как ни странно, я удивился, но времени вообще его не было. Это очень заочное обучение. Это когда вы ходите на часть уроков, а на часть не ходите. Это совершенно уникальная вещь. Это не совсем, может быть, наша тема, но в нашей тусовке эти люди постоянно есть. И это довольно интересно. То есть, условно говоря, если ты хочешь подтянуть математику, физику, то ты ходишь на эти уроки, а все остальные просто проходишь дома в рабочем порядке, прочитывая книжки, или, например, не хочешь на физкультуру, если не хочешь. Это тоже возможно. Довольно интересный метод образования, тем не менее, это сейчас популярный. Очень. Есть хорошие специализированные школы. Да, вот я бы сказал, когда все-таки люди собираются по интересам, и немножко проще социализироваться. То есть, математические школы, физические, биологические, языковые школы. Надо сказать честно, что здесь какая-то социализация все-таки есть, потому что там хоть люди какой-то интересом, в общем, объединены. Ну, хоть я с чем-то могу поговорить вместе. Но большинство школ не таких. Поэтому мы имеем то, что имеем на сегодняшний день, когда мы получаем подростка в 13-12 лет, и мы имеем суицидальные наклонности, одиночество, депрессию, асоциальное поведение. И мы говорим, а вот в школе есть социализация. Нет ее там, вот ваш результат, ваша социализация. Одинокие отличники, которые не до кого пойти, вообще приходят в класс, они все знают, им там тупо скучно. Этого, что ли, нет? Нет, есть отличники, которые замечательно учатся в школе. Чудесно. Только им там скучно. Вы должны создать свою социализацию. Тупо, о которой я сейчас говорил. Ребенок должен общаться. Там есть свои плюсы, свои минусы. Есть дети, которые гуляют на улице, гуляют замечательно, например, на улице. Но это там, свои сложности в этом тоже есть. Но это проблема, конечно. Давайте не будем скрывать, это проблема. Разговаривайте со своими детьми. Вот я только так могу ответить. Потому что это действительно так. Ну, действительно, вот о чем сейчас говорить по поводу школы? Правильно? В 8 утра ушел, в 3 пришел, в 7 пришла мама, уставшая, с папой. Ими до разговоров ни разу. Не до сдущипательных разговоров, во всяком случае. Все, в 10 спать, потому что завтра в 7 часов утра вставать, в 8 идти в школу. Вот это график. Плюс еще выходные. А выходные, как известно, что? У вас занятия. Выходные. Ну, либо вечером. Не знаю, когда у вас занятия. Но в любом случае, вот тут-то как раз и поговорить бы. Не с кем. Поговорить с кем? С кто есть. Очень хорошо. Попались вы. А поговорить-то охота. Причем, самое интересное, здесь же другая. Когда вы, как раз, вы говорили, по социализации говорили. Ведь момент разговора ребенка с более взрослым человеком очень важен. Чему может научить ребенка человек его же возраста? Да ничему, на самом деле. Да, он может быть хорошая социализация, но он не даст ничего там. Вот в плане роста и развития может быть тот человек, который у тебя старше. Ну, вот, я только один простой ответ. Если у вас нет времени сходить с ребенком куда-то там, не знаю, там, на какие-нибудь совместные, знаете, просто поговорите с ним вообще. Я думаю, что, во-первых, нормы нравственности, как ни странно, со временем меняются. Если мы возьмем то, что было нравственным, безнравственным век назад, даже это будет сильно отличаться. В безнравственном можно было в храм ходить. Не уходишь в храм, а ты безнравственный. Пришел без Христа, ты безнравственный. Меняется очень сильно. Если ты не стал октябренком, то ты вообще никто. Не приняли в пионеров, все, парень, твоя жизнь закончилась. Исключили из комсомола, все. Придался буржуям. Вот эти моральные ценности сильно меняются, к сожалению. А может быть, слава богу, я не знаю. Может быть, слава богу, наверное. Меняется контекст исторический. Человек, родитель не идеален. Вот наша неидеальность, это такой хороший способ передать всем. Мы не можем усвоить к идеальным вариантам. Мы должны жить хорошо и честно. Понимаете, давайте так, я скажу. Я сейчас когда говорил про великих, да, почему-то я не случайно об этом сказал. Мы есть и будем образец для своих детей. Если у ребенка нет никаких психических патологий, это единственное, которое могу сказать, исключение, да, если в остальном все. Мы были и есть. Ребенок будет за нас все списывать. Это вот действительно так. Но списывается, что самое главное списывается? Увлеченность тем, что ты делаешь. Преданность тому делу, которое ты делаешь. Искренность. Вот эти все вещи, которые должны списываться, как нравственные. Искусство имеет еще определенные свойства. Во-первых, оно должно быть интересно вам, да. А во-вторых, оно должно хорошо усваиваться детьми. И на путь, что именно хорошо усваивается. А это достигается одним способом. Скажу, каким? Экспериментом. Кино входит легко. Оно не напрягает. Оно входит легко и красиво. Это игра актеров, это музыка, это сюжет, это цвет. Это все. Книгу не каждый осилит. Это правда. Ну, давайте мы преувеличивайтесь, дети, которые не читают. Во-первых, у нас плохо преподают литературу. У нас реально плохо преподают литературу. Даже хорошую литературу, которую можем преподавать хорошо. Я скажу, в чем я сейчас имею в виду. Ее преподают отвратительно. Это факт. А прежде всего это связано с тем, что мы очень быстро проходим литературу. Скорость. Дорогие друзья, я приглашаю вас на сайт «На благо мира». Огромное количество контента, очень полезного и интересного. Причем различных направлений. Это и художественное кино, и документальное кино, и литература. Премия очень большая. Очень много интересных вещей. Внимательно посмотрите и поучаствуйте в оценке того, что там увидите. Это очень важно. Там очень много хорошего и интересного. Я думаю, вам понравится. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok